Здравствуйте! В эфире исторический журнал «Власть факта». История для нас – живая наука. Мы ищем в ней ответы на сложные вопросы современности. В 1983 году в академическом сообществе разгорелся нешуточный спор. Американский историк Бенедикт Андерсон опубликовал книгу под названием «Воображаемые сообщества». В ней он говорил, что нация – это плод воображения политиков, историков и поэтов. Что все современные нации сконструированы. И сделано это при помощи книг и средств массовой коммуникации. Историки национализма были возмущены. Как так сконструированы? Как так придуманы? «Нация – это общность, которая существовала всегда, и она лишь проявляет себя в истории». Так как же рождается нация? Является ли она вымышленным, воображаемым сообществом? Или это кровная общность, которая существовала всегда? Как родилась русская нация? И существует ли она сейчас? Говорим об этом сегодня с нашими гостями. Это профессор РГГУ Владимир Яковлевич Петрухин. Добрый вечер. Добрый вечер. И профессор Высшей школы экономики Михаил Васильевич Ильин. Добрый вечер. В нашей программе есть традиционная рубрика «Точка отсчета». И мы долго думали, что взять в качестве точки отсчета, что взять в качестве дня рождения российской нации. На нашем веку этот праздник был плавающим. Отмечали мы и 7 ноября, как день Октябрьской революции. Отмечали мы и 12 июня, как день свободной России. Праздник, который, кажется, так никто и не понял. Многие отмечают 9 мая, как тот день, когда с победой сформировалась единая нация. Единая победа. И вот в последнее время нам был предложен праздник 4 ноября. День освобождения Кремля от польских захватчиков. Но и он не стал пока что точкой сбора нации. Так что мы решили в этой программе обойтись без точки отсчета. И поговорить о разных точках отсчета. На мой взгляд, не должна существовать и не может существовать, в принципе, одна какая-то точка отсчета. Потому что если мы говорим о возникновении нации, государства, это же серьезные вещи, которые рождались не одномоментно. 1150 лет назад мы обрели имя. И можем праздновать по праву праздник обретения имени. Но обретение имени... То есть 1962 год в Варяге. Да. Извините, в 860. Да, но это еще не нация, это еще не государство. Еще потребовалось много столетий, чтобы к этому имени добавилось еще много чего другого. И в этом смысле, мне кажется, что если мы будем говорить о том, когда возникла страна, то я бы предложил, и мне кажется, это очевидно, стояние на угре. Это тогда, когда Московия стала самостоятельной, и она стала зародышем, как страна того, что мы имеем. Потом это все выросло. 1480-е. Кстати, даже если брать вот это очень важное событие, конец смуты, то мне кажется, что куда важнее собор. 1613-й уже. Конечно, 13-й год. Но может быть здесь даже еще момент такой западная и антизападная, потому что в 862-й год мы воспринимаем, по крайней мере, согласно легенды, свою государственность от представителей Запада. А в 1612-м году мы изгоняем католиков, латинян, поляков. Ну, не без того, конечно. Сами своими силами. Не без того, конечно. Мысль о том, что нужно именно православный государь сложилось тогда. И православный народ должен был иметь своего царя. Ну, Варяги не очень-то такие западные люди были в то время. По повадкам и вообще по своему образу жизни. Ну, Варяги, конечно, были, я бы сказал, тем ограниченным контингентом воинов-интернационалистов, если использовать какую-то новую терминологию, которые могли пригодиться везде. Поэтому их везде звали и в Новгороде, и в Киеве, и в Константинополе. Ну, на Западе их называли викингами и тоже звали. Об этом, собственно, сейчас наш первый сюжет. Призвание варягов на царствие, 1150-летие которого мы и отмечаем. Ну, на княжение, уж царствие было в Константинополе. Вы на что намекаете? На мою диссертацию о происхождении россов? Да, именно на нее. Вы происхождение государства российского от шведов, то есть норманов исчисляете. Что не только мы научно неосновательно, но и глубоко для россиян оскорбительно. Вы призрели сообщение новгородской летописи, сочинение греческих и римских писателей, где упоминается о существовании славянских предков наших своими князьями управляемых. Еще задолго до прихода Рурика на русский. Этот спор, начатый Михаилом Ломоносовым и историком Герхардом Миллером еще в середине 18 века, до сих пор не разрешен окончательно. Но академику Миллеру речь о происхождении русского государства от норманов обошлась дорого. В 1749 году он был разжалован из профессоров, правда, вскоре прощен и восстановлен в должности. А Ломоносов до конца жизни оставался непримиримым противником нормандской гипотезы, настаивая на том, что русское государство было основано славянами. И тем не менее, официальной датой рождения российской государственности было признано пресловутое призвание варягов. В 1862 году пышно отмечалось тысячелетие этого события. В Новгороде установили знаменитый памятник, на котором Рюрик занимает одно из почетных мест. Старая Ладога – небольшое село на реке Волхов в 150 километрах от Петербурга. По мнению части российских археологов, именно здесь была основана первая столица Руси. Сюда прибыл Рюрик и здесь начал княжить. И лишь затем пошел дальше, вглубь восточноевропейской равнины, сделав своей ставкой Новгород. В 70-е годы 20 века в Старой Ладоге начала работать экспедиция археолога Анатолия Кирпичникова. Найденные учеными предметы свидетельствуют о том, что здесь были скандинавские поселения, что говорит в пользу нормандской теории. Но сам профессор Кирпичников в своих интервью заявляет, что из этого не стоит делать выводы о несамостоятельности или беспомощности славян. В то время, в 9 веке, этнические границы не были столь различимы. И нет ничего удивительного в том, что славяне пригласили править даровитого полководца, способного удержать границы и дать отпор захватчикам. То, что он был варягом, большой роли для них не играло. Спор о происхождении русского государства давно ведется в области не только истории, но и филологии. А потом и получается, что приезжает господин Миллер и учит нас, что имя города Холмогоры происходит от скандинавского названия Голмгардия. Не только Холмогоры, но и само название Русь, по одной из гипотез, имеет скандинавское происхождение. Пришлые варяги так и назывались – варяги Русь. По этой версии, серьезный удар нанес советский историк Михаил Тихомиров и его ученики, доказывая, что Русью именовались славянские земли, причем еще до призвания варягов, в первой половине 9 века. Хотя до сих пор существует масса гипотез о происхождении российского государства, можно сказать, что время ожесточенных столкновений между норманистами и антинорманистами прошло. Достигнутый консенсус примерно таков. К моменту прихода Рюрика у славян все уже было готово для создания государства, и он сыграл свою роль как талантливый менеджер, а вовсе не как отец или наставник. Символом этого примирения стало пышное празднование 1150-летия Старой Ладоги, которую многие историки считают первой столицей Руси. Ну вот, да, еще один эффективный менеджер у нас в истории появился. Пришли, значит, грабители, осели на землю и стали основателями государства. Как вы считаете? Я боюсь, что каждый, кто оказался бы на гребном судне на Волхове, через пару часов гребли против течения, почувствовал бы, что ему хочется есть и вылез бы в поисках еды. И если бы люди, которые сидели на этих берегах, знали, что тут гребет бандит, они бы его убили палкой, и никакие бы мечи, копья, топоры не помогли бы. Без договора ничего бы здесь не случилось. Здесь необходимо было взаимодействие местного населения и пришлых варягов. Почему местное население так ждало этих самых варягов, археологи хорошо видят, массовый материал показывает, как на рубеже 8-го и 9-го века, как только далеко на юге хазары перестали воевать с арабами, вдруг в восточную и северную Европу начинает поступать арабское серебро. С международных рынков непрерывным потоком движется это самое серебро. И уже довольно давно, в 70-е годы, питерский, ленинградский тогда нумизмат Путин показал, что перерыв поступления этого серебра наступает в середине 9-го века, тогда, когда по летописи прогнали восставшие племена варягов, собиравших с них дань. На короткое время прогнали перерыв поступления серебра. Это все чувствуют. Мы сейчас в нашей ситуации, с нашим менеджментом, хорошо знаем, что такое отсутствие валюты. Поэтому пришлось отправиться к тем менеджерам, которые умели плавать по речкам. Не только по морям, но и по речкам. Вот эти самые грибцы, недаром так весла тут показывали в сюжете, были нужны для того, чтобы управляться этими судами и доходить по Волге до Каспийского моря, по Дону до Черного и по Днепру до Константинополя. Ну вот у Карамзина на этот счет говорится совершенно определенно, что призвание варягов стало каким-то совершенно чудесным, уникальным событием и свидетельствующим об исключительности русских. Что они вот тем самым проявили свою спонтанную любовь к самодержавию. Но это неправда. Это неправда хотя бы потому, что призвание варягов, совершенно правильно Владимир Яковлевич сказал, это же были смотрящие, которые были наемники, которые пришли на службу. На самом деле они не завоевали, их пригласили служить. Это точно таким же образом, если посмотрите на Новгород, новгородский князь никогда не мог находиться в городе. И он специально, ему было отведено место в стороне немножечко. И он был, так сказать, на службе у Новгорода. Но все-таки понять, насколько точки отсчета различные, вот как вы правильно сказали, могут быть в истории. Ведь посмотрите, когда пишется первая история государства российского начала, 19 века. Вот я хотел бы сконцентрироваться на этом периоде. Потому что у меня такое ощущение, что вот вокруг войны 1812 года, ведь примерно тогда же и выходили там Акармзина, какой-то очень важный кластер событий, связанных с российской государственностью, с российской идентичностью. Вот если бы я выбирал дату для начала, действительно, для праздника, начала русской нации, то я бы выбрал Бородинскую годовщину. Мы в начале передачи, правильно было сказано, о 9 мая. Меня сначала это немножко удивило, почему 9 мая. Сейчас, так сказать, несколько минут прошло, я подумал об этом. Это повторение на самом деле... 12-го года. 12-го года. Это Вторая Отечественная война. Знаменитые кадры конца Второй мировой войны. Символ триумфа Советского Союза. И одновременно единение его народов в борьбе за Советскую Родину. 1 мая 1945 года красное знамя над немецким Рейхстагом водрузили украинец Алексей Берест, грузин Мелитон Кантария и русский сержант Михаил Егоров. Знамя победы над Рейхстагом подружено. Приказ товарища Сталина выполнен. Но после войны они воспринимались уже как представители единой общности, советского народа. Вот эта вот новая историческая общность. Была ли советская нация? Существовала ли такая вещь, как советская нация? Новая историческая общность двигалась в направлении создания нации. То есть мы недостроили ее? Она была недостроена. Это могла бы возникнуть нация, но нация не возникает. За 10-20 лет требуются гораздо большие периоды. То, что когда было констатировано в 60-х годах, новая историческая общность, это было скорее ощущение перспективы. То есть смотрите, тогда может получиться, что вообще фактически советский народ, советская нация начала строиться только с Великой Отечественной войны. Совершенно верно. Но строительство государства в одной стране уже было, уже предшествовало и помогло этому в какой-то степени. Да, конечно. Ну, можно сказать даже о том, что именно столкновение армии-освободительницы с иными народами и иными культурами, с тем буржуазным строем, который вселял ужас в обитателей Советского Союза, привело к тому парадоксу, который возвратил нас, ну, можно сказать, к шовинистическим идеям в 30-х годах, когда необходимо было советским солдатам, вернувшимся из Германии, объяснить, они же спрашивали одно и то же у офицеров, а где тут живут эксплуатируемые рабочие и крестьяне? Мы видим, тут живут одни помещики и капиталисты. Эти люди, которые не видели нормального быта, вдруг его увидели. И вот тут началась организирующая сталинского режима настоящая истерия. Тут вспомнили нормандскую теорию и то, что если бы не все враги, которые дружно пытались уничтожить нашу Россию в главе с русским народом, за который поднимал тост товарищ Сталин, мы жили бы так же чудесно. Вот во всем виноваты они. Об этом шла речь с конца 40-х годов. Эта пропаганда, конечно, способствовала росту националистических настроений повсюду. Вся советская история это столкновение двух типов политик. Это политика интернационализации и политика национализации. Политика национализации проводится на республиканском уровне. Политика интернационализации и на республиканском. И все время происходит колебание. Возьмем Украину. Украинизация сменяется борьбой с украинским национализмом, потом новый этап украинизации, новый этап и так далее. Нельзя сказать, что Советский Союз всегда жил по какой-то одной форме. И что было в одной республике, могло не совпадать с тем, что происходило в другой республике. При этом все-таки русский национализм, я сейчас говорю не российский, а именно русский, для него не было никаких оснований, никаких институтов. То есть, можно сказать, что одной из целей советского проекта было недопущение создания русской нации. Ну, как и всех прочих. Конституирование. Как и всех прочих. То есть, не довести их до... Но русского в первую очередь. Это самый многочисленный... Между прочим, это вызвалили? Вызвалили в рамках советского проекта? Русские, исторически, даже, если мы вспоминаем XIX век, русские были куда как более готовы, чем, скажем, представители многих других республик. Ну, это понятно. Вот смотрите, такой вопрос. А были ли русские готовы в XIX веке к созданию нации? Вот я вспоминаю знаменитую цитату британского историка Джеффри Хоскинга. У Британии была империя, Россия была империей. Или кто это еще сказал? Я не знаю, что такое Россия, я знаю только Российскую империю. Не было... Нет, нет, эта фраза объясняется очень просто. Виктория была королевой Англии, но она была императрицей Индии. Империя эта была индийская. Я хочу Владимира Яковлевича спросить, ну, все-таки, я пытаюсь понять, а была ли в XIX веке русская нация? Вот смотрите, например, во времена Толстого ведь не записывались, да, по пятому пункту, да, там, русский, еврей, башкир, записывались по вероисповеданию и по сословию. Все. Они же не говорят, мы русские, Платон Каратаев, он не говорит слово русский, кто он? Христианин. Сближается крестьянин и христианин. Да, ну и вместе с тем Тарас Бульба у Николая Васильевича Гоголя, это русский богатырь. Нигде он не называется ни малоросом, ни тем более украинцем, это русский богатырь. Вот то, с чего мы начали, этот самый 852 год, вдруг создал такой импульс, который сохраняется по сей день. И ничего мы с ним сделать не можем, да и не должны, и не нужны этого. Действительно, самосознание русских, как людей православных, относящихся к одной вере, к одной церковной организации, оно пережило все. Монголо-татарское нашествие, власть Литвы на западно-русскими землями пережило и 19 век. Знаете, очень интересно, вы здесь упоминаете Тараса Бульбу, собственно, богатырь которого, как его считать, русским или украинцем. Потому что в основополагающих мифах нации, конечно, важны герои, но в результате эти герои, оказывается, за них соперничают разные нации. И вот одним из таких героев стал великий и ужасный Чингисхан. Май 2012 года. В лондонском гайд-парке установили пятиметровую статую Чингисхана. Это событие взбудоражило британскую публику. Англичане возмутились. В центре Лондона и вдруг фигура беспощадного завоевателя, кровавого азиатского деспота, чьи набеги опустошили пол Европы. Смягчило ситуацию лишь то, что Чингисхан в Лондоне поселился на время в качестве экспоната выставки Даши Намдакова. Если для европейцев Чингисхан зловещий тиран, то для бурятского скульптора, по его собственному признанию, это самый настоящий бог. Многие современные буряты причисляют себя к потомкам великого кочевника, которого воспринимают как реформатора и просветителя, и не готовы согласиться с тем, что родина Чингисхана – Монголия. По одной из версий, он родился в нынешней Читинской области. В последние годы к этому спору присоединился Казахстан, который тоже претендует на право называться родиной завоевателя. Выдвигаются даже версии, что Чингисхан был вовсе не монголом, а казахом. Великий хан в 20 веке стал одной из самых популярных фигур в Азии. И не только. ЮНЕСКО признало его величайшим человеком второго тысячелетия. Хотя младенец Тэмучин и родился в семье видного военачальника, у него было не больше шансов возглавить все монгольские племена, чем, например, у его друга детства и нареченного брата, Джамухи. В 1201 году, за пять лет до провозглашения Тэмучина великим ханом, Джамуха тоже был провозглашен Гурханом, то есть правителем вселенной. Но закрепиться в этом качестве ему не удалось. В борьбе за единовластие Джамуха несколько раз разбивал войска Тэмучина, а затем начались поражения. Он так и не смог сделать то, что впоследствии получилось у Тэмучина, превратить разрозненные племена в единую нацию. В конце концов, даже ближайшие сподвижники Джамухи перешли на сторону соперника и выдали своего лидера. Сокровенное сказание монголов гласит, что Тэмучин хотел предложить Джамухе мир, но тот отказался со словами «как в небе есть место лишь для одного солнца, так и в Монголии должен быть только один владыка» и попросил для себя лишь достойной смерти. Это было в 1205 году, а весной 1206-го Курултай, собравшись у истоков реки Анон, провозгласил Тэмучина великим ханом всех монголов, Чингисханом. Теперь он мог приступить к тому, что считал своей миссией – завоеванию всего мира. Чингисхан создал самую большую империю в истории человечества. Покоренные народы оставили свидетельства об ужасах монгольских нашествий, а сами монголы помнят о том, что Чингисхан отменил для них рабство, дал письменность, в китайскую медицину – первый свод законов. В 2005 году благодарные потомки пышно праздновали 800-летие основания монгольского государства. Главный аэропорт Улан-Батора получил имя Чингисхана. Северо-восток Монголии – Аймак-Хэн-Ти. Именно здесь, у священной для монголов горы Бурхан-Халдун, находится гробница Чингисхана. Такова летописная версия. Но само захоронение никто из современников не видел. Больше того, по монгольскому преданию, если будет найдена гробница Чингисхана, вся нация погибнет. Это не останавливает археологов, которые упорно ищут могилу великого хана не только в Монголии, но и в Китае, России и Казахстане. Время от времени они радуют прессу сенсациями. Впрочем, пока ни одна из них не подтвердилась. Жизнь и смерть великого хана по-прежнему остаются полем для дискуссий. И сразу несколько наций продолжают считать Чингисхана своим прародителем. Вот мне кажется, здесь интересная тема намечается. Проблема крови, которая течет в жилах того или иного этноса, той или иной нации. Вот здесь сечь кровь Чингисхана одновременно и у бурятов, и у монголов, и у казахов может течь. Это важная, необходимая вещь для конституирования нации – кровь. Ну, кажется, все-таки мы отказались от такого рода формализации национальных отношений, признавая, что вот система коммуникации, которая создала Чингисхан от Желтого моря до Адриатического, по крайней мере. Пытаться. Да, вот эта система коммуникации была важнее. Он действительно… Ну, вот еще один вариант успешного менеджера, который пробудил национальное чувство у массы народов, которые так или иначе столкнулись с этой проблемой. Сейчас меня несколько пугают новые варианты вот этого, значит, кровавого подхода к национальным проблемам, потому что существуют многочисленные анализы крови, анализы генотипов, генофондов с какими-то колоссальными столбцами цифр. Я сталкиваюсь с многочисленными аферами по этому поводу, ну, когда любой человек, несущий монголоидные черты в себе, просит них выяснить, не потомок ли он Чингисхана. За определенную плату, конечно, его предоставить эти столбцы из миллионов цифр, где докажут с расчетами хронологическими, что он потомок Чингисхана. Одновременно Александр Македонского зависит уже от того, насколько будет оплаченная работа. Так что здесь, на мой взгляд, все-таки от крови, необходимо, от идеи крови, необходимо отказаться, в том числе и современной антропологии. Как-то это уж очень выглядит сейчас рискованно и неоправданно. Но 19-й век все-таки на этом стоял. Германия, Италия. Но в 19-м веке, хочу обратить ваше внимание на то, что в 19-м веке возникают новые нации, основанные на совершенно других принципах. 1830 год. Оперная революция в Брюсселе. Возникновение бельгийской нации. Кто создал эту нацию? Чья кровь? Чье наследие? И здесь появляется очень сложное смешение. И основой, корешком для такой нации, конечно, становится государство. А если мы посмотрим еще западнее, то мы обнаружим в Соединенные Штаты классический пример гражданской нации. Америка – это созданный богом величайший плавильный котел, в котором сплавляются все народы Европы. Немцы и французы, ирландцы и англичане, евреи и русские – все в этот тигель. Так Господь создает нацию американцев. Это слова из пьесы британского драматурга Израила Зангвилла, поставленной в 1908 году. Помимо плавильного котла есть и другой образ американской нации – миска с салатом, разные ингредиенты которого остаются сами собой, хотя и образуют единое целое. «Американцы представляют собой нацию, рожденную идеей, а не местом», сказал однажды публицист Теодор Уайт. Этому есть историческое подтверждение. Американскую нацию формировали уроженцы разных стран, которые не могли проявить свои таланты или просто выжить у себя на родине. Америка давала им новые возможности. И английским пуританам, которые пересекли Атлантический океан на небольшом судне и в 1620 году высадились у Плимутской скалы. И тем азиатам и мексиканцам, которые сегодня составляют основной процент иммигрантов. С 2000 по 2010 год в США прибыло 14 миллионов человек. В основном из Индии, Мексики, из Филиппинских островов. Чтобы стать страной безэтнических предрассудков, США пришлось пройти долгий путь. 1915 год. На экраны выходит немой фильм Дэвида Гриффита «Рождение нации», посвященный событиям гражданской войны. После победы Севера начинается произвол чернокожих. Они притесняют белых, отнимают их имущество, прогоняют со службы. Белые в ответ создают националистическую организацию Кук-Лук-Склан и начинают убивать чернокожих, а также тех, кто ратовал за их освобождение. В результате Кук-Лук-Склановцы побеждают, воцаряется мир белокожих американцев. Откровенный националистический характер ленты возмутил многих авторитетных критиков. Но фильм поднял проблему расизма, которая все еще остро стояла в США. Равные права белые и чернокожие получили только в 60-е годы 20-го века. Тогда же были значительно упрощены правила эмиграции. В начале 2000-х годов социологи провели опрос в Нью-Йорке. 22% жителей мегаполиса признались, что плохо говорят или совсем не говорят по-английски. Есть целые города эмигрантов, где английский язык почти не используется. Много языков одна Америка. Так в 2006-м году озаглавил свой доклад Фонд английского языка США. Между первыми поселенцами, ставшими основой американской нации и современными эмигрантами есть огромная разница. Одни искали религиозные политической свободы, другие приезжают, чтобы устроиться на неквалифицированную работу, которая в Америке оплачивается намного лучше, чем в Азии. И в 21-м веке перед США стоят новые задачи. Как сделать и этих людей частью американской нации? Ну вот американский melting pot, плавильный котел гражданской нации, это исключение из правил формирования нации, как Америка вообще глобальное исключение из правил, или это модель, которая может быть использована в других местах, в том числе у нас, в России? Ее, конечно, используют этот исторический феномен как прогностическую модель для того, что ждет нас в целом, потому что в действительности национальные различия, даже национальные противоречия неизбежны, ну, потому что никогда русский не выучит настолько эстонский язык, чтобы он стал своим. но национальные конфликты это то, чего мы должны избегать. Вот в этом смысл современной государственной политики и понимания ситуации. Мы должны признавать и поддерживать национальные движения, но избегать национальных конфликтов. Кажется, это то, что удалось сделать в Соединенных Штатах, не без крови, конечно же. Фильм-то Гриффит о рождении нации, он как раз именно об этом, о расколе между севером и югом, и в общем-то о том, что раскол непреодолен. То есть нация рождается из вот этого... Котел еще не доварил. Ему еще долго и долго варить. И, между прочим, если мы будем говорить о котле, конечно, американский плавильный котел это очень действительно своеобразное явление. Вот. На самом деле оно совершенно не уникальное. Кстати, здесь перекличка между Америкой и Францией очень интересная. Америка, американский котел, он варит и в него засыпают разные части. Почему? Что привлекает людей туда? Страна свободы. Кто такие франки? Свободные. И франки дают свое имя свободных людей всей стране. И все принимают. Потихоньку, не сразу. Постепенно принимают это имя свободных. А если мы возьмем римские, то есть латинские эти, романские элементы, Франция до сих пор разделена линией между окситанскими и северными. То есть котел до сих пор варит. Я проводил там экспедиции в разные страны с непонятным статусом. И в том числе вот мы заехали на остров Мен. Есть такое образование, действительно, с очень непонятным статусом, между Англией и Ирландией, совершенно специфически. зона, по-моему, не входящая в Евросоюз. Меня потрясло то, что когда я зашел в книжный магазин, то я увидел большой шкаф, который уставлен словарями менского языка. А это такой кельтский язык. И последний носитель этого языка вымер в 30-е годы. Так вот представьте, сейчас приезжают на остров Мен нормальные англичане из Манчестера и так далее, и так далее. И что они делают? Они начинают учить мэнский язык. Всякий... Никакой крови. Никакой крови. Но желание подкрепить свое существование еще одним корешком, идущим в некую культурную, лингвистическую и так далее общность, безусловно, налицо. Ну да, вы говорите о сепаратизме острова Ман, который на собственном языке, но посмотрите на Шотландию, где столько предметов есть, вокруг которых можно строить собственную национальную идентичность. Это виски, это волынка, это твид, и это, конечно, килт. Мужчине совсем не зазорно ходить в юбке, особенно если ему приходится жить в суровом климате и часто подниматься в горы. Шотландские горцы, видимо, еще в средневековье носили килты, хотя первое упоминание об этом встречается в рукописях 16 века. А в 18 веке килт стал элементом национальной политики. Он подчеркивал самобытность культуры шотландцев, многие из которых вовсе не хотели присоединяться к Британии. После очередного восстания несогласных английские власти запретили воинственным горцам носить килты. Жесткий запрет отменили только спустя 36 лет. По сей день килт является элементом парадной формы некоторых частей британской армии. Ну и дополним также, что в Шотландии осенью, если я не ошибаюсь, с 2014 года должен пройти референдум о независимости, плод вот этой многолетней деволюции, которая происходит в Великобритании. Почему сейчас, в 21 веке, так сильно проявился запрос на независимость, на национальное государство? Если мы посмотрим на современную Европу, то там вот эти вот, как мой хороший друг, каталонец и каталонский националист Жузеп Каламер говорит, вот эти нации маленькие, почему они смогли себя реализовать? Потому что они оказались в большой империи в Европейском Союзе. И у нас многоярусная структура, в которой и нациям находится место. Потому что ни один каталонец, ни один шотландец, ни один мэнксец не решился бы на авантюру полностью независимого государства, если бы он жил в гопсовском мире. Войны всех против всех. Главный вопрос. Опять-таки, возвращаясь к юбилею, к 1150-летию государственности, если так это называть, в России сейчас какой нам путь выбрать? Гражданская нация или возрождение неких этнических компонентов русской нации. Понимаете, гражданская нация, этническая нация, это все в голове. Это все теории, это все сочиниловки. А вот в жизни гораздо все сложнее. Поэтому приходится складывать вместе. Этническую, с гражданской, с культурной, с языковой, и так далее, и так далее. И разные даты нужны для этого. И разные традиции. Да, я думаю, это завершение. Да, понимание истории первым делом, потому что, естественно, что вот маргинальные группировки, о которых шла речь, это самое казачество, конечно, готовы навести порядок и объяснить, кто это настоящие русские, с точки зрения этнической нации. Но, вот, не дай бог, шашка и нагайка, чтобы нам объясняло, что такое русская нация. Все-таки, гражданское общество и лучше понимать тех наших компатриотов, с которыми нам приходится иметь дело. В том числе и тех, которых мы понимаем плохо. Вот, учиться, я возвращаюсь к этому юбилею тысяч 150-летию, когда эти самые первые менеджеры научились говорить по-славянски, то вот с тех пор слово Русь у нас и живет. И русская земля. Хороший пример. Учиться надо, понимать других. Тогда мы выживем и в условиях даже этнических наций. Вы знаете, да, вот это вот в завершении уже нашей передачи действительно вот эти вот 40 минут наших дискуссий по поводу того, какая может быть точка отчета. Может быть, действительно, вы правы, не нужна нам единая точка отчета. И в этом сила России. В том, что у нас нет единой точки отчета национального строительства. Нету одного национального нарратива. То есть не существует некой такой изначальной русской нации. А существует некое большое евразийское сообщество, которое каждый раз переформулируется и вбирает в себя разные языки и культуры. И вот здесь я хотел бы в завершение процитировать из пушкинской речи Достоевского. Стать настоящим русским может быть и значит только стать братом всех людей, все человеком. Стремиться внести примирение в европейское противоречие, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловеческой воссоединяющей. То есть вот это вот соединение разных точек и разных национальных историй, оно именно сильная часть России. И именно поэтому, вы знаете, я может быть вслед за Ельциным, который ввел в оборот прекрасное слово не русские, а россияне. Хочу повторить вот эту вот вещь. Дорогие россияне, спасибо, что смотрели нас сегодня вечером. Это был профессор РГГУ Владимир Яковлевич Петрухин, профессор высшей школы экономики Михаил Васильевич Ильин и программа «Власть факта». Спасибо, что были с нами сегодня вечером. До встречи на телеканале «Россия. Культура». Эй, россияне, татары, чуваши, евреи, кумыки, что нам рядится, когда наши степи свободой омыты? Хватит на всех весеннего солнца а зимого хлеба? На всех одно время бедовая память о синее небо.